Завтра, 20 апреля, в очередную годовщину со дня рождения своего кумира, на кого он так стремится быть похожим, кем он никогда не станет. И отнюдь не из-за недостатка волос, которых просто не хватает, чтобы смастерить хоть какую-нибудь челку, а совсем по другим причинам. Из-за своей глупости, из-за своего невежества, из-за неумения разговаривать, из-за неумения выступать перед людьми. А главным образом, из-за своей фантастической трусости, из-за страха общения даже со своими самыми верными клевретами, из-за того, что он в своей жизни никогда не служил в армии и страшно боится побывать на фронте, массово посылая на смерть других людей. Из-за того, что он страшно боится бабушку Серпом, которая давно уже заждалась на лавочке возле бункера своего самого привлекательного гостя. Но речь сейчас не об этом. Завтра предполагается встреча этого человека, если можно его так называть, с так называемыми российскими олигархами. В чем смысл этой встречи, кроме информационного повода для многочисленных, так называемых, политологов, журналистов, специалистов, которые будут ловить каждое движение, каждый оттенок речи, каждое движение головы, каждую реакцию присутствующих на слова выступающего и каждую реакцию, так называемых олигархов, на слова их коллег. Все это, по большому счету, не имеет никакого значения. К сожалению, большинство наивных толкователей подобных встреч действительно по-прежнему уверены, что существуют какие-то независимые российские олигархи, которых просто кто-то держит в ежовых рукавицах, вымогая у них деньги, гарантируя им право собственности. На самом деле здесь просто идет обычная подмена причинно-следственной связи. Все эти люди просто смотрящие за деньгами правящего режима. Их назначили олигархами, назначили богатыми для того, чтобы можно было на Западе представлять некоторые индивидуальные сущности, якобы не являющиеся абсолютно креатурой правительства и руководства Российской Федерации. И когда эта самая Российская Федерация в глазах всего практически мира превратилась уже в Российскую Федерацию, важно показать, что существуют некие рычаги давления на руководство через так называемых финансовых и иных магнатов. Собственно для этого эта встреча и будет проводиться, для того, чтобы именно показать, что существуют некие, пусть и запуганные, пусть и странные, но какие-то независимые сущности, на некоторых из которых можно надавить, чтобы в дальнейшем как-то исправить положение с отношениями с Российской Федерацией. Все эти люди, кто в меньшей, но большинство из них в большей степени являются абсолютными производными от спецслужб Российской Федерации. И то, что за этим столом не будет хватать, например, господина Ходорковского, который еще со времен своей учебы был переведен из состава химических войск в резерв Комитета государственной безопасности, и который выполняет сейчас свою нелегкую работу за рубежами этой страны, изображая из себя оппозицию, успев за несколько лет выдать властям практически всех людей, которые входили в его так называемую открытую Россию, и помогая таким образом властям вместе с некоторыми другими персонажами нейтрализовать любое вольнодумие в этой стране, его отсутствие нисколько не меняет всю конструкцию этих так называемых самостоятельных бизнесменов. Не исключено, что кто-нибудь из них проявит в своих речах даже какую-нибудь вольность, и потом долгое время журналисты разных стран будут обсуждать, ага, вот что он сказал, это, наверное, человек, который реальная оппозиция, нужно попытаться вступить с ним в контакт. Нет, сегодня все эти спектакли, вся эта борьба на найских мальчиков служит только для одной цели, найти хотя бы какие-то каналы использования средств, часть из них, подчеркиваю, часть из них сегодня заморожены, или находятся под арестом, использовать эти средства и продолжить проводить свою политику, политику экспансии, политику агрессии, политику подкупа. Главное показать всему миру, что эти люди не являются всего лишь лейтенантами главаря мафии этого Ваттен-Обер-Турмбанфюрера, который, еще раз подчеркну, никогда не станет вровень своим кумиром, а всегда останется тем, кем его окрестили когда-то фанаты металлиста. Субтитры создавал DimaTorzok